Здравствуйте! Сегодня я выбрала в качестве темы для этого каста тему кунилингуса. То есть сегодня мы с вами поговорим только об одной теме, о кунилингусе. Мне время от времени на почту приходят вопросы от мужчин, и вопросы так или иначе, похоже, выглядят примерно одинаковым образом. Как правильно делать кунилингус? И на этот вопрос у меня всё время возникает такое недоумение внутреннее, потому что у меня внутри такое, что это так важно, и кому это важно, вам или женщине, откуда вообще этот вопрос возникает. Но на самом деле я, конечно, понимаю, откуда вопрос берётся, где истоки. Так вот, во-первых, общий подход к кунилингусу абсолютно неверен. Подход такой бездушный какой-то, потому что что такое кунилингус вообще-то? Это поцелуй половых органов девушки, это поцелуй. То есть если вы прекрасно можете целовать девушку в губы, можете поцеловать её ручку, можете поцеловать её в животик, и это не называется какими-то сложными и страшными словами, да, руколингус какой-нибудь, ноголингус, что-то вот. Потому что как только вы так называете какое-то действие, оно становится сразу очень сложным. И как-то кажется, ну это же такое серьёзное занятие, и нужно как-то правильно к нему подойти. Ну, всё на самом деле гораздо проще и приятнее. И общий подход точно такой же, как вот к поцелую. Если вам нравится целоваться, значит, вы всё делаете правильно. А вот если вы напряжены и стараетесь правильно поцеловаться, то вы не получаете удовольствия, потому что вы работаете, и девушка чувствует ваше напряжение, и какой-то поцелуй становится такой, ну, странной. Вот поэтому первое, это общий подход стоит изменить. Вы просто любимую девушку целуете. Вот где вам хочется, там вы это и делаете с удовольствием. Именно это доставит девушке колоссальное удовольствие. А теперь, что муссируется везде, и что отравляет вам этот подход? Вот к сексу очень любят люди применять механистичность. То есть, вот и в интернете, и в какой-нибудь литературе про секс, как ни откроешь, и не начнёшь читать, там везде, значит, делайте вот это, столько-то раз нажмите здесь. Вот здесь круговые движения, здесь вот такой. Даже есть видео с эротическим массажем, где такой гуру, молодой человек делает массаж. Прямо вот на теле женщине, он говорит, вот здесь. Для меня это просто ужасно. Я когда смотрю эти видео, меня аж отороп берёт. Потому что женщина рассматривается как такой кусок мяса, и нужно, а мужчина такой, значит, я даже не знаю, как его назвать. Ну вот, я тут всё понял про женщин, я сейчас, значит, покажу вам, как нужно делать. Кошмар. Женщины все разные. Многократно на сексуальных тренингах было проверено, когда задаёшь вопрос вот про любое сексуальное действие, про то, что возбуждают. Все женщины говорят про разное. У мужчин всё-таки чуть меньше различий. Всё-таки им нравятся более-менее одинаковые. Тоже, тоже есть там свои нюансы, и мужчинам нравится разное. Ну, у женщин это вообще, ну, совершенно противоположные вещи могут нравиться в сексе. Одной нравятся достаточно бурные объятия, другой еле заметные. Ну как? То есть вот как можно одну технику, одну методику распространить на всех и сказать, вот, вот он идеал. Очень это странно. И дальше, следующий момент. То есть, ну опять же, вы скажете, а как же, если они всё разные, чего ж тогда делать-то? Аааа, кошмар какой-то. Если вы внимательны к своей женщине, если вы, вам она нравится, вам нравится её тело, то вы, и разговаривая с ней перед сексом, и во время полового акта, вы начнёте чувствовать её, что ей больше нравится, на что тело откликается, как именно, именно ей будет лучше. Это совершенно другой подход. Вот, не механистичный, а чувственный. Дальше, следующий момент, который мужчины совершенно не понимают, и женщины не понимают. Многие девушки, если их так поспрашивать, вот, приватно, аккуратно, то вот эти девушки могут сказать, что им вообще кунилингус не доставляет удовольствия. С точки зрения мужчины это вообще удивительно, потому что, ну, когда их половой орган ласкает женщина язычком, губами, да, им совершенно чудесно, они считают, что это высшее наслаждение. Как же тогда, то есть у них идёт же такой перенос, я сейчас её буду ласкать, это же самое приятное место, ей будет очень здорово. Но на самом деле, вот, у женщин совершенно не так, и многим женщинам это вообще не нравится, они не хотят этого процесса, всячески его избегают. Или терпят, если мужчина, вот, ласкает её между ножек. Ну, некоторые мужчины, ну, то есть доходят до смешного, некоторые мужчины даже жалуются, что вот с женой, которая очень традиционно в сексе, он вообще мало чего может себе позволить, и его безумное желание вот поласкать её язычком, это вообще какая-то неосуществимая мечта. Вот, ну, собственно, реальность-то она такая. Так вот, почему женщины не любят? Не все, но некоторые женщины не любят кунелингус. Здесь играет огромное значение отношение самой женщины к сексу и к половым органам своим. Всё-таки женщины гораздо больше подавлены мужчин в сексуальное, и им кажется, что их половые органы грязные, неприятные, некрасивые. Вы представьте себе состояние человека с таким отношением вот в сексе. Если там что-то нехорошее, и мужчина там что-то делает, то женщина внутренне, чувственно, просто отключается от того места. Ну, ну что же туда-то, да, там же нехорошо. Более того, чем больше мужчина нравится женщине, тем сложнее ей испытать чувственное удовольствие во время ласки язычком её органов плавых. Вот, понимаете, какая ситуация. Поэтому для милых дам, если вы чувствуете, что всё-таки у вас отношение такое вот к тому самому кунелингусу двойственное, это значит, вам очень нужно посмотреть на ваше отношение вот к вашей прекрасной, ну, к вашему цветочку, да, потому что, ну, это несправедливо. Именно это место доставляет вам колоссальное удовольствие. Именно ваш клитор, ваши губки, ваша вагина может доставить просто, ну, неимоверное ощущение. Но если вы его не любите, если вы считаете это место грязным, то вы сами себя лишаете массы удовольствия и вашего же мужчины. Поэтому, ну, конечно, женщинам я очень рекомендую свой курс в этом случае «Я сексуальна». Что касается, ну, мужчин, да, есть некоторые мужчины, которые тоже, на самом деле, кунелингус не любят. Они как-то к этому относятся, ну, что это какое-то там нехорошее занятие, унизительное. И вообще это всё мне неприятно. И если я это делаю, очень редко, ну, вот для женщины, чтобы её как-то там вот как раз возбудить. Тоже мне таких мужчин очень жалко, потому что у них отношение к сексу и к женщине тоже очень сомнительное. То есть в глубине души подсознательно они считают, что, ну, половые органы женщины – это что-то неприятное. А женщина очень тянет, и тянет именно её половой орган. То, понимаете, как в сексе получается тоже двойственное отношение. С одной стороны, вроде бы удовольствие, а с другой стороны, всё-таки некоторый осадок. Так, несправедливо, дорогие мои, относиться так к женщине, и, ну, что вы тогда сами, опять же, получите от секса. Вот у вас и будет такой механистичный подход. То есть сразу желание уйти в голову и делать всё вот как правильно, и, например, получить награду «Я лучший любовник», да, потому что я знаю, как правильно делать кунилингус. Прекрасно, можно идти по этому пути, повесить из себя на стенку диплом. Это искусного, я не знаю, как это назвать, человека, который виртуозно делает кунилингус. И что? А ваше-то удовольствие где? То есть, ну, конечно, пересматривайте своё отношение вот к сексу. Ну, и такой последний момент, на котором хотелось бы остановиться, это такой вопрос, как предлагать. Предположим, что у вас действительно чудесное отношение ко всему, и вам очень хочется доставить своей женщине удовольствие. Как лучше это сделать? И у женщин тоже такое же бывает, что ей очень хочется, но как предложить она не знает, потому что по своей привычке она просто ждёт и вообще стесняется разговаривать о сексе. Значит, я всегда рекомендую, вот, во-первых, в лоб никогда не спрашивать, что очень многие мужчины делают. А давай я тебе сделаю кунилингус. Ну всё, о, Господи, ужас какой, да? То есть женщина сразу вырубается и думает, что он какой-то вот маньяк. А мужчина не понимает, в чём дело. Я же ей хорошее дело предлагаю, да? Ну нельзя так. Вы в такой очень хорошей, приятной атмосфере, вот когда у вас такой хороший душевный контакт с девушкой, вы можете начать разговор о сексе. Вообще, что вам нравится, как ей нравится. И что очень я рекомендую, вы обязательно говорите ей, как она вам нравится, именно как сексуальная партнёрша. То есть вы говорите, что вы обожаете её тело, вам очень нравится её киска, её вид, её вкус, вот её запах. Вы просто сходите с ума, когда её видите. И вам безумно хочется сделать ей приятное любыми способами, потому что как-то хочется выразить своё отношение. То есть смотрите, что это получается, как это действует на девушку. Если у неё есть какие-то сомнения, то есть ей самой хочется, но вот сомнительно, а вам как, да, ей самой вот страшно, то вот этими словами, когда вы говорите, что просто у неё всё божественно, её тело всё божественно, и как вам хочется что-то сделать для неё, то вы просто колоссальный груз её плеч снимаете. Ой, ну, да. То есть можно попробовать у неё сразу. И потом уже, когда вы находитесь в постели, и у вас идёт вот этот сексуальный процесс такой замечательный, то вы начинаете постепенно переходить от таких, ну, вот вы целуете её, да, её грудь ласкаете, её тело, там, не знаю, ручки, губки, вот её. И, пожалуйста, потихоньку спускайтесь уже к половым органам. Вот для большинства женщин поцелуи как раз низы живота совершенно разрешены, прекрасны, и они испытывают колоссально приятные ощущения. Вот туда можете вот так смело идти, да, и целуете там. Вы почувствуете, опять же, если вы внимательны к женщине, вы почувствуете реакцию её тела. Если она всё-таки напрягается, да, и как-то боится, то, значит, в этот раз, может быть, и не стоит спускаться ниже. Но если её тело начинает вот возбуждённо реагировать на ваши действия, то, пожалуйста, да, вы можете продолжить. У девушки в этот момент, то есть вот эта граница поцелуи низа живота, у неё такое, она же вспомнит ваши слова, что вам приятно. У неё, для неё будет возможность разрешить себе попробовать и почувствовать вот это удовольствие. Ну и, соответственно, женщинам тоже в обратно практически тот же самый совет. Вот в разговоре до интимной близости вы можете говорить о том, какой он прекрасный любовник, и как вот вам нравится с ним, и что именно вам нравится в сексе, и как вам нравится, чтобы вас ласкали. То есть вот дайте ему возможность что-нибудь сделать вам приятно, подскажите, как именно это сделать. То, что люди, конечно, которые не разговаривают о сексе, и пытаются как-то там оно само собой сложится, ну, недополучают, каждый недополучает того, чего хочет. Вот, собственно говоря, такая тема. Давайте не будем назвать её кунелингусом, а будем говорить, ну, не знаю, поцелуями, ласками вот интимных зон девушки. Всем вам желаю приятных поцелуев и хорошего дня! Продолжение следует...